День независимости страны В Таллине традиционно на площади Вабадуса прошел парад в честь Дня независимости Эстонии, в котором приняли участие более 800 человек. В последний раз парад принимал уходящий главнокомандующий Мартин Херем. Строем прошли представители союзных войск, несущих службу в Эстонии. И, как всегда, после завершения парада у жителей была возможность поближе рассмотреть участвовавшую в нем технику. Наша съемочная группа присутствовала на параде. И вот на что обратил внимание Михаил Владиславлев. Военный парад, посвященный Дню независимости, завершился. В этом году в нем приняло участие 827 военнослужащих и членов Кайцелит, более 30 единиц военной техники, два оркестра и, как отдельно подчеркнул генерал Херем, четыре служебных собаки. Конечно, настроение особенное, все мы помним об украинском кризисе. Но для генерала Херем он стал особенным. Он последний раз принимает парад в качестве командующего силами обороны. По традиции встреча праздника началась с церемонии поднятия флага на башне Длинный Герман в губернаторском саду на Томпе в 7 часов 34 минуты. Но, конечно, самым популярным событием праздничного дня всегда остается парад, и даже несмотря на прямую телевизионную трансляцию. К тому же эстонская погода в первой половине дня благоволила и непосредственным участникам парада и многочисленным зрителям. Год назад на этом событии присутствовали высокие гости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен и генсек НАТО Йенс Толтенберг. В субботу атмосфера была не столь официальной, да и общая атмосфера более реалистичной. Мы должны все-таки весь день или все дни работать над этим, чтобы у нас свобода была. И, конечно, если мы посмотрим на оборону силы, то мы все понимаем, что эти, например, рост налогов, например, это все для того, чтобы у нас здесь было безопасно, и у нас было бы здесь возможно жить в свободе, жить в независимости и нормально все-таки действовать. Силы обороны Эстонии проходят курс качественной перестройки. Оборонный бюджет вырос до 3% от ВВП. Заключены масштабные договоры на поставку современной техники. Формируется дивизия НАТО, возглавляемая эстонским командованием. Через 4 месяца силы обороны возглавит новый командующий, бригадный генерал Андрес Мерилу, который до 1 марта остается командующим 1-й пехотной бригады, затем займет пост заместителя командующего. Пока у меня нет никакого особенного чувства. Конечно, было мгновение, когда меня отдельно поблагодарили, но в целом сейчас чувства рабочие. Ощущение последнего раза придет позднее. Следующие 4 месяца будут наполнены работой и действиями. Надо сосредоточиться еще и для того, чтобы лучше справиться с этим чувством, если оно и возникает. Генерал Херем счет, что парад прошел на высоком уровне. Армия страны построена по смешанному принципу. Наряду с профессионалами она включает резервистов. В обычной жизни после прохождения службы они работают на гражданских должностях. Стране, напомнил командующий, исполнилось 106 лет. Ее народ сам завоевал свободу, потом ее потерял, после чего снова сделал эту страну своей и отстроил ее. В завершении своей последней речи генерал Херем высказал убеждение, что за эту хорошую страну и хороший народ стоит постоять. Михаил Владиславлев, Роман Васильев, Новости Таллина. Каждый наверняка замечает огромный мемориал, но вот о событиях Юрьевой ночи знают не все. Ведь это было первое всенародное восстание эстонцев за свободу, в котором погибло до 3000 человек. Теперь здесь разбит парк Юрьевой ночи с воткнутым в землю гигантским мечом, где в День независимости проходит церемония в память о сражениях за свободу. О торжествах на самой высокой точке Таллина расскажет Вадим Малышкин. В день годовщины Эстонии в Таллине традиционно проходит целый ряд мероприятий. Но начинается этот день с подъема на башне Длинный Герман главного флага страны. И на этот раз именно эта церемония ознаменовала начало торжеств. О параде мы уже рассказали в предыдущем сюжете, а дальше торжественные мероприятия по случаю Дня независимости республики переместились в Ласнамяя. Сначала торжественно был зажжен огонь свободы, почетный караул дал залп, а оркестр Таллинской дружины Кайцелита исполнил государственный гимн. Далее старшеклассники одной из столичных школ зачитали манифест независимости Эстонии. Затем были возложены венки и прозвучали праздничные речи. Непрекращающийся дождь доставил всем пришедшим неудобства, но в целом все запланированные церемонии прошли успешно. И собравшиеся смогли поздравить друг друга с годовщиной республики и поговорить о положении дел как в нашей стране, так и за ее пределами. А также вспомнить дела давно минувших дней. Безусловно, парк Юрьевой ночи имеет большое значение для жителей Эстонии. Все помнят восстание Юрьевой ночи и борьбу за свободу наших предков. И, скажем так, это место помогает нам помнить тех, кто погиб, сражаясь за нашу свободу и независимость. Это очень важное место. Стоит помнить, что свобода – это не само собой разумеющееся понятие. Воема свободы надо много работать и работать надо каждый день. Мы должны быть готовы к любым кризисам. И сегодня особенно хочется поблагодарить каждого жителя Эстонии, кто делает свой вклад, чтобы обеспечить нашей стране свободу и независимость. Только благодаря совместным усилиям мы сможем и дальше быть свободными и жить в мире. После всех официальных речей и церемоний собравшиеся смогли согреться горячим супом, который, помимо прочего, организовала управа Ласнамея. Старейшина этой части города отметила, что традиция церемонии в парке Юрьевой ночи имеет особое значение. А также поздравила всех жителей Эстонии с праздником. Всему эстонскому народу хочу пожелать спокойствия, благополучия, здоровья и радости в каждый день нашей республике. Как минимум еще 106 лет прекрасного развития и существования. Но праздничные мероприятия на этом не закончились. Вечером в Театре Эстонии состоялся традиционный президентский прием и концерт, посвященный годовщине нашей республики, куда съехались именитые гости со всей страны. И можно сказать, что 106-й день рождения Эстонии прошел так, как и был запланирован. Традиционно и торжественно. Хотя и были некоторые изменения. На прием не были приглашены все члены Риги Когу. А премьер-министр страны предпочла приему у президента вечер в компании друзей. В общем, даже в такой праздник наша элита не смогла продемонстрировать столь нужного стране единства. Вадим Малышкин, Виталий Савинский. Новости Таллина. Весь мир медленно, но уверенно движется в сторону электрического транспорта. И шаги в этом направлении город делает весьма существенные. Много говорят об электробусах. Не менее впечатляют и планы города по развитию троллейбусных линий. И, наконец, сегодня руководители и организаторы столичной транспортной системы собрали пресс-конференцию, посвященную возобновлению работ по строительству трамвайной линии в Старый Порт. Сергей Овченков готов поделиться последними новостями. В марте возобновится строительство трамвайной линии в Старый Порт. Строительные работы будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка улицы Кивесила с улицей Гонсюри до Пыхьяпуиста. Цель сооружения трамвайной линий – сделать поездки на различных видах общественного транспорта более удобными, чтобы основные транспортные узлы города были связаны между собой, а пересадки проходили как можно проще. Если говорить об изменениях в движении в центре города в этом году, они, конечно, по масштабу не сравнятся с тем, что было в прошлом. У нас не закрываются большие перекрестки. В тех местах, где у нас будут перекрытия, они будут частичными. Но, тем не менее, надо быть готовым к тому, что ситуация будет тяжелой на траектории Ахтри-Пыхьяпуисты, потому что там мы, с одной стороны, будем строить трамвайную линию на другой стороне Ахтри, на южной стороне Ахтри, которую мы не трогали в прошлом году. И то же самое произойдет на Пыхьяпуисты, около Горхола. Помимо прокладывания трамвайных путей в рамках строительных работ будут заменены подземные коммуникации. По словам вице-мэра, срок действия договора на строительство трамвайной линии до Ванасадама истекает в феврале 2025 года. Но большая часть уличных работ завершится уже этой осенью. Несмотря на то, что предстоящие строительные работы не будут такими масштабными, как предыдущие строительные работы, и неудобств, к сожалению, сбежать не удастся. Так, например, вот на этом участке будет построена так называемая трамвайная перемычка, соединяющая нынешнюю трамвайную линию с той, которая строится. Из-за этого, начиная с мая до августа, жители Пыхьяталина смогут сюда добраться на трамвае, ну а дальше уже придется пересаживаться на автобус. Можно сказать, что на этом участке дороги будут самые большие изменения при строительстве трамвайной линии. Работы будут организованы таким образом, что у Бастиона-Склона будет создан временный разворот. Если мы говорим об изменениях, то Коплевское направление с 6 мая будет обслуживать временный трамвайный маршрут номер один Копли-Горхол. Обычное движение трамваев в направлении Копли восстановится в августе, так что у пассажиров из Пыхьяталина будет возможность добраться на трамвай до Горхола и наоборот. Помимо строительных работ в районе Ванасадом, с 15 марта также возобновятся ремонтные работы на железнодорожном переезде Тонди. В частности, будет закрыт отрезок улицы от перекрестка с улицей Аляви до переезда Тонди. В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты номер 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Вана-Лывна. Трамваи номер 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20.00 3 мая. Ну а непосредственно само строительство авиадука в Тонди продлится до конца нынешнего года. Что же касается изменений в движении в районе строительства трамвайной линии, то вся информация находится на интернет-сайте, адрес которого вы сейчас видите на экране. Сергей Овченков, Андрес Лоран, Роман Васильев. Новости Таллина. Согласно довольно мрачной статистике, Эстонского фонда дорожного страхования в течение января произошло 3800 случаев, связанных с дорожным страхованием. Ориентировочная общая сумма ущерба составила 8,6 миллиона евро. Это самая большая сумма ущерба за один месяц в Эстонии за последние несколько лет. Лена Туровская попыталась разобраться в причинах столь нерадущих цифр. К такому печальному положению дела способствовали погодные условия, а также то, что многие водители не очень внимательны на дорогах и нередко выбирают максимально разрешенную скорость в тех ситуациях, когда этого делать не стоит. Если сравнивать нынешнюю статистику с результатом годичной давности, то число аварий в этом январе выросло на треть. Надо еще учесть, что именно 12 января на Таллинской кольцевой дороге произошла одна из самых серьезных за последние годы цепных аварий, в которых участвовали более 20 автомобилей. По датам Эстонского фонда дорожного страхования, в феврале ситуация была не намного лучше. Может, стоит подумать каждому члену дорожного движения самому, что действительно, если плохая видимость, не стоит, может стараться ехать как урегулированно, можно и смотреть, оценивать риск и снизить скорость. Скорость – это одна из причин, почему в такие дни, когда условия погоды хуже, все-таки причиняют аварийность. Конечно, проводятся информационные кампании, когда водителям напоминают о скоростном режиме, о необходимости сменить зимние шины на летние, не говоря уже о компании «Трезвый водитель». Но на дороге все зависит именно от того, как ведут себя участники движения, в том числе и пешеходы. Ведь если на дороге скользко, иногда водитель просто не может быстро затормозить, даже если бы и хотел. Сейчас около половины всех ДТП регистрируются через приложение сайта аварий.ее. Или это мобильный телефон, или компьютер. Ввести предварительные данные о том, что произошло, какие участники ДТП и тому подобное. И это, конечно, значит, что не надо будет иметь в обязательном порядке бумаги в машине или ручку. Если телефон есть, человек получает конкретные инструкции через это решение. Так что благодаря этому приложению страховщик сможет быстро оформить конкретный случай и начать им заниматься. Примерно два года назад Эстонскому фонду дорожного страхования удалось ввести на территории страны централизованную электронную систему, благодаря которой через телефон или другой удобный для водителя гаджет можно очень быстро и легко оформить страховой случай. Но самое главное – стараться ездить так, чтобы не пришлось пользоваться даже такими удобными приложениями для оформления страховых случаев в результате ДТП. Лена Туровская, Петр Юлевайн, новости Таллина. Пожар в торговом центре «Кристина» еще будет предметом анализа специалистов. Но уже все свидетели происшествия единодушно говорят о блестящей организации спасательных работ. О том, что пожарные машины прибыли через 9 минут. Несколько пожарных смело отправились к месту задымления, чтобы выявить очаг возгорания. В общем, спасатели были на высоте. А всегда ли на высоте жители домов, учитывая то, что в подавляющем числе случаев в пожарах люди чаще всего гибнут по собственной халатности. Об этом мы и поговорим в студии, где наш гость сегодня – инспектор Бюро по надзору за безопасностью спасательного департамента Юрий Маринец. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, но у нас есть нерадостная статистика, которая показывает, что люди по-прежнему пренебрегают дымовым датчиком. Он у них либо вообще не установлен, либо снят. Почему? Неужели они настолько уверены, что у них ничего не случится? Такой фильм, кстати, сделали эстонский лет 10-15 назад в Ютубе есть. «Это со мной не случится». Вот там все ответы на этот вопрос. И как датчик ставить, и почему люди… Каждый думает, со мной не случится. Например, датчик не поставлю. Ну, пускай в неделю не полежит, там ничего страшного. А так, да, я перед Новым годом говорил, что люди купите вместо подарков купите датчик. Второй плюс у датчика – то, что страховка проверяет и пожарные, когда приезжают на пожар, они пишут в отчете, был датчик, не было датчика, не было датчика, еще и штраф получите. У нас есть статистика, что в прошлом году в огне погибли 48 человек. Это, во-первых, на 9 больше, чем годом ранее. И самое главное, лишь в 9 домах, где произошел несчастный случай с летальным исходом, был этот самый домовой датчик. Большинство погибших в жилых домах. А в жилых домах, если частный дом или квартирный, то, да, странно, что люди забывают о безопасности. Но, тем не менее, пожарные ходят. Там несколько десятков тысяч было проверок в том году. Ходили пожарные, ездили на машинах, приезжали, предлагают квартирным товариществам осмотры. И в прошлом году у нас рейд был, и перед началом рейда телевидение выступило, и продажа датчиков выскочила там на 300%, наверное. Но ведь нужно же его все-таки не просто купить, а еще установить, чтобы он работал. Ну, пожарные тоже устанавливают иногда, в любой момент. Ну, да, тяжело, если пенсионерка или человек-инвалид установить. Но наши пожарные приезжают и ставят тоже. Но домовой датчик спасает, когда уже что-то произошло. Но ведь и превентивные меры тоже очень важны. Одна из превентивных мер – это проверьте, пожалуйста, электрическое оборудование. Самое там больше 30% пожаров от неисправного электрооборудования. Или там нагреватель какой-то, или вообще в квартире уже 50 лет электропроводку не меняли. Обязательно. Это тем более закон. Там на сайте технического департамента можно проверить. Квартирное товарищество должна свою часть проверить электросистемы, а вы в квартире должны сами позаботиться. Печи, камины. Печи, камины тоже перед Новым годом горят, горят, горят. Там одно из нюансов – то, что чем больше вы дров положите, тем больше тепла не будет. Не забывать трубочиста. С 21-го года трубочист должен профессиональный поставить на портал специальный. Там может любой человек. Снимайте квартиру, проверьте в этом портале, есть у хозяина квартиры акт трубочиста или нет. В пожарный департамент у нас есть даже отдельный отдел, превентивные работы. И вот туда можно обратиться, если у вас там многодетная семья, инвалиды или пенсионеры и государство поможет. Или датчик поставить, или печку привести в порядок, или электрооборудование. Всегда поможет департамент. Ну и, конечно, важной частью стратегии спасательного департамента является и проект обеспечения пожарной безопасности домов. Например, в прошлом году им воспользовались и теперь стали пожаробезопасными 255 домов. Спасательный департамент вместе с совместными самоуправлениями и с государством участвует в этом проекте. Я бы хотел напомнить, что город Таллинн тоже выделяет денежные средства на повышение пожарной безопасности. И поэтому посмотрите в интернете, там заполните заявление, напишите в спасательный департамент и после нашего согласования свои деньги вы получите, если вы выполнили правила пожарной безопасности. Спасибо вам большое. Завершим этот разговор настораживающими данными статистики. За прошлый год в ходе консультации спасательной дому было обнаружено 1848 неисправности отопления, почти в 3000 жилищ, непорядок с электрооборудованием. А трубочисты признали огнеопасными 2000 систем обогрева домов. Возможно, после разговора с нашим гостем стоит еще раз внимательно посмотреть на свой дом или квартиру и сделать все возможное, чтобы люди были защищены от подобных происшествий в будущем. И к другим темам. В современном городе имеются различные технические возможности для борьбы со снегом и гололётом. Это и спецтехника, и различные химикаты, но главным в этой борьбе по-прежнему остается человек. И очень здорово, что в столице есть красивая традиция отмечать лучших дворников города или района. Ну а в народном жюри участвуют сами жители окрестных домов, к чему и призывают управа Пахья Таллина и Сергей Вченков. Если уборочная техника в основном используется на магистралях, внутриквартальных дорогах и широких тротуарах, то во дворах домов ответственность за чистые дорожки и подходы к подъездам лежит на дворниках. И несмотря на все преимущества современного города, основным орудием труда на улице у дворников по-прежнему остаются лопата и метла. В прошлом году управа Пахья Таллина впервые наградила лучших по мнению жителей района дворников. Позитивные отзывы подтолкнули провести конкурс и в этом году. Жители района Пахья Таллин с удовольствием замечают, если территория возле их места жительства всегда чистая и ухоженная. Погода в Эстонии переменчивая и за снегопадом может сразу последовать оттепель с ледяными тротуарами. Поэтому работа дворников и квартирных товариществ особенно важна. Благодарность придаст дворникам мотивацию и подчеркнет важность их вклада в порядок района и безопасность жителей. Если дворник, ухаживающий за территорией вашего дома, хорошо, а также вовремя убирает снег и борется с гололедом, то он именно тот, кого ищет управа Пахья Таллина. Для награждения управе нужен адрес квартирного товарищества и при возможности имя дворника его контактные данные, такие как электронная почта или номер телефона. Вы можете прийти к нам в управу и на первом этаже сообщить о дворнике, назвав квартирное товарищество, дом или дома, которого он убирает. Также можно написать нам на адрес электронной почты управы. Мы принимаем такие сообщения до 24 марта. Можно представить несколько кандидатур, потому что мы не будем честовать только одного. Мы поблагодарим всех, кого предложат жители района. Адрес электронной почты вы сейчас видите на экране. Также можно заполнить анкету в интернете, которая находится на сайте управы. Как отмечает управление многих квартирных товариществ, найти хорошего дворника задача не из легких. Благодарность придаст дворника мотивации и подчеркнет важность их вклада в порядок района и безопасность жителей. Зима сходит на нет, и снегоуборочные работы заметны все меньше. А между тем, с начала зимы из города было вывезено 280 864 тонны снега. Сергей Овченков, Андрес Лорант, Новости Таллина. 10-20 лет назад довольно популярным было устанавливать дорожные указатели, призванные быстро найти адрес того или иного магазина или фирмы. Сегодня, когда с помощью телефона можно не просто найти нужный объект, но еще и точно проложить к нему маршрут, необходимость в таких указателях давно отпала. Однако знаки эти никуда не пропали, поэтому Таллинн запускает программу, которая призвана очистить наши улицы от старых указателей. Илья Бань с подробностями. Жизнь вокруг нас меняется стремительно и множество дорожных указателей со временем потеряли свою актуальность. Таллинн планирует постепенно убирать те указатели, которые засоряют городское пространство, отвлекают внимание участников движения и стали бесполезными в цифровую эпоху. Приведение в порядок городского пространства в первую очередь коснется знаков с названием фирм. Надо убрать те знаки, которые уже неактуальны. Очень много предприятий заканчивают свое существование и так далее. И я думаю, что за определенное время очень целесообразно рассматривать, что у нас в городском пространстве существует, потому что едешь, гуляешь, голова гружится, слишком много уже всего стало. Таллинн более не планирует установку указателей фирм, а ликвидация старых будет проходить постепенно, в том числе и в ходе ремонта дорог. На сегодняшний день уже убраны старые указатели местоположения фирм Скадо-Катея. В некоторых других местах города указатели по-прежнему развешены рядом в избыточном количестве, что нарушает визуальный облик улиц, поэтому требуется системный подход. Ситуация в разных частях Таллина отличается. В Мустаме работает немало подприятий. Поэтому здесь эта проблема актуальна. Другие части города также занимаются этой проблемой. Ведь и в Ласнаме, и, к примеру, в Хаберсте также работают разные фирмы и предприятия. На столбах останутся только указатели направления к важным общественным учреждениям или пунктам назначения. Однако знаков с названиями фирм постепенно на улицах Таллина станет гораздо меньше. Все знаки, которые дают истинную информацию, которые облегчают найти какое-то либо предприятие, услугу, контору, магазин и так далее. Потому что желаем мы или не желаем, но экономика имеет, конечно, в нашей жизни очень важную суть. И разные услуги тоже. Сегодня все важные пункты назначения уже давно можно найти по адресу в популярных приложениях, таких как Waze или Google Maps. Поэтому необходимость в дорожных указателях резко уменьшилась. Илья Бань, Кюли Мариста, Роман Васильев, новости Таллина. Очень хочется, чтобы синоптики пообещали нам, что погода будет хорошей, тем более, что начались школьные каникулы. А в пятницу наступит календарная весна. Так что же ждет нас в ближайшие дни? Субтитры создавал DimaTorzok 2 млс. Температура воздуха 1,2 градуса выше 0. В среду днем также облачно, без осадков, ветер переменных направлений 1,4 млс. Температура воздуха 2,3 градуса тепла. В ночь со среды на четверг ожидается облачная погода без осадков, ветер северо-восточный 4,6 млс. секунду. Температура воздуха плюс один, плюс два градуса. В четверг днем сохранится облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 4,7 метра в секунду. Температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла. Первый выпуск начавшейся недели подошел к завершению. Все следующие дни с вами будут новости Таллина. Не забывайте включать телевизор и следить за нами в социальных сетях. А сейчас я Екатерина Плехова с вами прощаюсь с пожеланиями приятного завершения этого вечера.